Боли в области сердца являются самой частой причиной обращения за медицинской помощью. Они колят, давят, сжимают, пекут, жгут, ноют, тянут, пронзают. Они могут ощущаться на небольшом участке или разливаться по всей грудной клетке, отдавать в плечо, руку, шею, живот, под лопатку. Они могут появляться на несколько минут или длиться часами, а то и днями напролет. У нас помощь оказывается сердечно-сосудистым заболеванием на должном уровне. То есть у нас больной поступает в приемный покой, врач-кардиолог немедленно спускается в приемный покой, берутся анализы все необходимые по стандарту, определяется тропониновый тест, если действительно больной с острым коронарным синдромом поступает. И, естественно, врач-кардиолог определяет, есть заболевания сердечно-сосудистой системы или нет. На сегодняшний день актуально определить, что это боль истинная сердечная или все-таки нужно дифференцировать с другими заболеваниями. Боль в груди может быть обусловлена многими заболеваниями – опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной и сосудистой систем. Есть острая боль и хроническая. Острые боли встречаются при остром инфаркте миокарда, нестабильности инкардии, остром перикардите, опоясывающей лишай. Вроде бы банальное заболевание, но все-таки нужно дифференцировать. И такие сложные, как тромбоэмболия легочной артерии, разрыв аорты, аневризма аорты и хронические боли. Хронические боли могут обусловлены быть патологией сердечно-сосудистой системы. Это такие, как пролапс метрального клапана, нейроциркуляторная дистония, патологии желудочно-кишечного тракта, такие, как калькулезный холецистит, панкреатит хронический. Потом патологии мышечной системы – это остеохондроз, невралгии всевозможные. По статистике, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте. Специалисты связывают это со стрессовыми ситуациями и вредными привычками. Кардиологическое отделение больницы работает на 45 коек. Из них 30 на инфарктных больных, 3 в палате интенсивной терапии, 3 в реанимации. На сегодняшний день всем сердечно-сосудистым больным оказывается помощь по стандарту. Стандарт заключается, если боль затяжная, ангенозная, затяжная – это считается более 20 минут, человека привозят к нам, и у нас действительно изменения по кардиограмме, определенные для инфаркта, то есть случился инфаркт 100%. Мы решаем вопрос провести фибринолитическую терапию, то есть тромболизис. Возится препарат, который этот тромб растворяет. Этого больного мы вложим в отделение реанимации. Если у нас давность инфаркта уже большая, и больной уже на тромболизис не идет, мы созваниваемся с Чебоксарным сосудистым центром и решаем с ним вопрос транспортировки на коронароангиографию. Что делать, когда истинная боль в сердце? Всем нашим пациентам, которые здесь находятся, выписываются. Мы объясняем, как действовать дома при боли в сердце. Если действительно боль появилась давящая, сжимающая, некоторые показывают там, сжимают рукой, что как грудная жаба, давит с чувством нехватки воздуха, с чувством страха смерти. Преимущественно страх смерти практически у всех встречается. С чувством нехватки воздуха. Иногда иридируют под лопатку, в челюсть, в левую верхнюю конечность. Но у нас разная симптоматика может быть, но преимущественно. И если эта боль появилась при нагрузке, то это истинная боль стенкардетическая. Пациенту, во-первых, если это появилось при нагрузке, надо остановиться, умерить темп ходьбы. Или присесть, если есть возможность. Или прилечь, если давление там снизилось. И положить под язык одну таблетку нитроглицерина. На сегодняшний день есть у нас таблетированная форма, есть ингаляционная форма. Естественно, в виде ингаляционной формы, по типу изокет или нейтрамин спрей, они действуют быстрее, рассасываются быстрее. Нужно брызнуть под язык и подождать 3-5 минут. Если в течение 5 минут боль не проходит, остается на должном уровне, на таком же уровне, пациент сам самостоятельно ложит еще раз повторно одну таблетку нитроглицерина или нейтрамин спрей. Ждет еще 5 минут. Еще 5 минут подождал, все равно боль остается, брызгает третий раз или ложит одну таблетку нитроглицерина. Всего мы разрешаем пациентам использовать 3 раза. Почему? Потому что очень часто встречаются случаи, когда пациент уже без давления к нам поступает, кардиогенов в шоке. То есть много раз брызнул, до 10 раз, и у него давление может упасть. Поэтому с осторожностью. Давление, если есть возможность, померить. Помимо нитроглицерина, если боль все-таки затягивается, 15 минут у нас прошло, мы берем аспирин обычный, пол таблеточки, разжевываем под язык ложем и, естественно, вызываем скорую помощь. Без скорой помощи здесь ничего делать уже невозможно. Затянувшийся ангенозный приступ это прямое показание для вызова скорой помощи.